Приветствую вас. Во-первых, хочется сразу сказать, что основная ваша ошибка заключается в том, что на протяжении всей истории, в буквальном смысле, на протяжении всей истории у вас рядом, рядом с вами, постоянно, кто-то находится из других людей. Понимаете, какая история? Так что это ваша первая ошибка. Которая мне видится. И, собственно, это один из моментов, на которые я хочу обратить ваше внимание. Второй момент заключается в том, что ваши родители, судя по всему, они такие достаточно властные люди. Вот. И привыкли, видимо, указывать вам, как и что делать. Привыкли, видимо, указывать вам, как поступать. Потому что, ну, это, на мой взгляд, это очевидно. То, что вы в некоторой степени от них зависимы, от своих родителей. Вот. Потому что они, ну, как бы, на вас, вот, влияют. Таким, вот таким образом. К сожалению. Вот. И второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это именно момент освобождения от родителей, ограничения себя от них. Ну, вот. И чёткое понимание, за что ответственны они, за что ответственны вы. Следующий аспект, который я хотел бы выделить, это аспект ориентирования на себя. То есть вы в своей жизненной позиции, на мой взгляд, совершенно не ориентируетесь на себя. От слова, от слова совсем, от слова вообще. То есть у вас есть, вот, постоянные другие люди, у вас есть, постоянных, эээ, вокруг вас кто-то, 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 кто определяет вас, эээ, ну, кто-то, кто определяет вас. Кто-то, кто определяет, эээ, то, как вы себя, там, ээ, ведёте, да, кто-то, кто определяет, как вы, эээ, будете, будете, эээ, действовать, как вы будете жить, что вы будете делать и так далее. На мой взгляд, это, эээ, абсолютно неприемлемо, на мой взгляд. Потому что вы человек уже, эээ, достаточно взрослый, вы человек уже, эээ, достаточно, эээ, зрелый для того, чтобы, ну, вот, эээ, как-то самостоятельным образом, эээ, решать, эээ, свои проблемы. Эээ, ну, ну, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд, по крайней мере. Эээ, следующее, что хотелось, эээ, наверное, выделить, ээээ, это, пожалуй, вашу, 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 явно, эээ, заниженную самооценку, вот, ээээ, на мой взгляд, на мой взгляд, заниженную самооценку, потому что, эээ, ну, довольно, ээээ, довольно сложно предположить, да, что ээээ, что, эээ, все с вами происходит, эээ, случайность, то есть вы не полагаете на себя, вы болезненно нуждались в этом мужчине, вы ээээ... терпели, эээээ, значит, ээээм... его негативное к себе отношение, вот, а у всего этого есть опять же причина, вот, удовольствие вы делали, и я думаю, что вот ваше желание детей, ваше желание сохранить семью, ну, это вот один из моментов, один из моментов, значит, не ориентирования на себя, на себя саму здесь, вот, значит, что касается, значит, отношений, ну, не говорю, негативного отношения вашего мужчины к вам, да, что здесь момент какой, что вы изначально в отношениях себя обесценивали, вы изначально в отношениях себя как-то принижали, вот, ну, судя по тому, что вы пишете, опять же, вот, что и привело к тому, что ваш муж, он вас не ценил, вот, вы взяли инициативу на себя в отношениях, что так же не может быть какой-то случайностью, да, потому что, ну, вы, если вы взяли на себя инициативу в отношениях, то вам это значит, ну, нужно было для чего-то, вот, и вы хотели, на мой взгляд, чего-то добиться, вы хотели, на мой взгляд, что-то для себя даже получить, ну, вот, только вопрос заключается в том, что именно вы хотели для себя получить, потому что, ну, не очень понятно, что именно, вот, не очень понятно, какую цель вы преследовали, вот, ну, вот, в данной позиции не очень понятно, какую цель и чего вы хотели. Далее, далее, вы говорите о том, что, значит, вы развелись, все, вы ушли, вам почему-то, а, да, обиды, обиды, вот вы, значит, такой момент описывали, что вам обидно, значит, что, ну, грубо говоря, что, допустим, мать вашего мужа, да, она решила забрать у вас, значит, свое золото. Ну вот, значит, причина, да, по которой вам обидно, то тоже для меня в некоторой степени не совсем понятно. То есть, вы говорите, что вам материальные вещи все равно, но в этом золото, вам обидно, что золото вас взяли, ну, золото вас взяли, вот. А я вас ничем не обвиняю, но хотелось просто этот момент так же вот прояснить, потому что это важный момент. А так же, не очень понятно, да, ну, как бы, что вас привело к мужчине, да, тут вы сказали, я хочу секс, именно, что вас привело, ну, к такой, значит, повинции, почему вы так поступили. Ну, что-то тоже очень важно, на самом деле, в момент для вас. И что вы вкладывали в то, что вы не переспали. То есть, вы, ну, не знаю, вы на что-то надеялись, вы всего-то ожидали, вот. И тогда этот мужчина говорит, что, ну, вот он вам говорил, что он готов все сделать, чтобы вы вернулись, вот. Может быть, это и так, но готов меняться. То есть, у меня здесь, вот, есть такое ощущение, что вы пребываете в розовых очках, по-прежнему, несмотря на то, что вы говорите, что розовых очков у вас больше нет. Вот. А мы для розовых очков у вас все равно по-прежнему есть, к сожалению. Как мне это видится, по крайней мере, потому что, вот, ваши ожидания, такие, вот, завышенные, я бы сказал, может быть, немножко, отвлеченные от реальности. Вот. Ваши ожидания, они, конечно, подволяют говорить о том, что вы пребываете еще в некоторых иллюзиях относительно того, что происходит. Ну, вот. Также вы говорите о том, что вам больно из-за того, что мужчина вам изменил, но вы же сами, по сути, называете своего мужа бывшим, вот. И о какой тогда боли измены вы говорите? Понимаете? Какая штука. То есть, это вот, на мой взгляд, тоже, эм, такие, такие, достаточно важные моменты, если мы хотим разобраться в том, что вы написали. Вашу боль заглушать в прямом смысле этого слова не стоит, потому что она свидетельствует о том, что именно вы делаете не так. В данном случае свидетельствует о полной, полной, полной неэффективности и деструктивности вашего поведения. Вот. Поэтому боль нужно раскрывать. Вы, скорее всего, надеялись опять быть с этим мужчиной. Вы надеялись, что он действительно что-то сделает, чтобы вы были вместе. Но, самое главное, это нужно вам было. Вам было нужно, чтобы он это сделал. Да, вот для себя вы этого хотели. Но чего именно вы хотели для себя, опять же. Это очень важный момент. Чего именно вы хотели для себя. Вот. Поэтому вот ваша боль, да, вот боль, как ножом в спину, требует тщательного разбора. Потому что нож в спину был, когда мужчина вам указал на дверь, когда он сказал нам собирать вещи, это уже был нож в спину, в известной степени, в известной мере. Вот. То же, что происходит сейчас, ну для меня в некоторой степени загадка. Вот. Понимаете? Так что? Так что? Так что? Такая, такая вот история. Такой момент. Вот. Как научиться любить себя? Научиться принимать себя. Чтобы принимать себя, нужно как минимум сепарироваться от родителей. То есть это вот, ну, это то, что необходимо вам сделать. Вот. Сепарировать, сепарироваться от родителей. В первую очередь нужно вам отдалиться от них, на себя полагаться. Вот. Примерно так. Ну, это то, что мне видится. Забивать на всё, значит, обесценивать. Значит, обесценивать то, что вы хотите, ну, то, что вам хочется. Забивать на всё, значит, обесценивать, значит, обесценивать то, что вам важно. А это неприемлемо. Абсолютно. Вот. Примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. А, значит, вы пишите, что вы любите его. Ваша любовь, нужно разбирать, рассматривать, что вы вкладываете в это понятие, понятие любви. И уже, исходя из этого, обналгиваться, корректируя ваше поведение и отношение к себе. Вот. Вам рекомендуется индивидуальная работа. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok